Добрый день! Я напомню нашим зрителям, что я и мои коллеги живем и работаем в Ленинградской области. И если вы заметили, то почти в каждом ролике я говорю, что у нас непростой климат. Что у нас с вами четыре врага. Весна, лето, осень, зима. Мы вечно с чем-то боремся. То весна поздняя, то лето холодное. Много снега – плохо. Мало – просто катастрофа. И исходя из этого, мы вынуждены тщательно подбирать ассортимент растений для наших участков. В общем-то мы и канал создали, чтобы облегчить жизнь наших садоводов и коллег по цеху. Но и в нашем климате бывают исключения. И я бы сказала, случаются чудеса. Вот у такого вот чуда я сейчас и стою. На минуточку перед вами представитель семейства Магнолиевых – лириадендрон. Тюльпановый или тюльпановое дерево настоящее. Почему чудо? Да потому что я всегда считала, что только жители южных регионов могут себе позволить это чудо у себя в садах. Сочи – да. Крым – конечно. Питер – да боже упаси. И вот, хотите верьте, хотите нет, но тюльпановому дереву совсем неплохо и у нас. Многие, конечно, скажут, что это исключение из правил. Что на участке свой микроклимат. Что, наверное, на зиму вокруг него строят целый замок, а весной пляшут с бубнами. Нет, это не так. Не могу сказать, что нами были высажены сотни десятков тысяч тюльпановых деревьев, но несколько десятков на нашем счету точно есть. И все они в разных концах нашей области. С разным уходом, предостаточно в разных условиях. Но все они живы и, что немаловажно, здоровы. Итак, попрошу любить и жаловать, тюльпановое дерево. На самом деле, если разобраться, то тюльпановое дерево не такое уж и южное растение. Его выращивают вплоть до Норвегии. Родом оно из Северной Америки. Относительно морозоустойчив, выдерживает непродолжительное понесшение температуры до минус 35-40 градусов. Требовательен к свету, влажностью и составу почвы. Плохо переносит избыток извести и застой воды. Ветроустойчив, долговечен, живет как минимум 500 лет. А что самое ценное и приятное, это то, что этот экзот крайне устойчив к болезням и вредителям. Единственное разочарование, которое мы получили от общения с этим растением, это то, что на наших участках он пока не цвел. Возможно, цветочные почки повреждались возвратным заморозком. А возможно, просто не пришло время. Ведь цвести это растение начинает достаточно поздно, только в 10-летнем возрасте. Тюльпановым деревом его называют из-за того, что цветы напоминают тюльпан. Цветок выглядит очень оригинально. Лепестки зеленовато-белого цвета, с большим оранжевым пятном и едва ощутимым ароматом. А первое свое название – лириадендрон растение получило благодаря тому, что лист чем-то напоминает изящный инструмент лиру. Только представьте себе, 50-метровый исполин со стволом, напоминающим гигантскую ногу слона, с цветами и тюльпанами, листьями в виде лирий у вас на участках. Разве это не чудо? Конечно, чудо. А еще, еще есть поверье. Если обнять тюльпановое дерево и загадать заветное желание, то оно сбудется. И чем старше дерево, тем больше шансов исполнения на желание. Я не знаю, верите вы в это или нет, а я верю. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!